С помощью молитвенной практики, поскольку успокаивается ум, и вообще слово «мантра» переводится как «освобождение ума», на самом деле наш ум сейчас, почему «освобождение»? Он действительно не свободен. В нашем уме, в таком сжатом формате, находится информация о всех наших предыдущих материальных воплощениях. Нам это очень трудно представить, но это действительно так. Сейчас мы находимся в теле человека, но к этому моменту времени мы проделали очень большой путь, и мы были во многих других телах. И где-то в нашем уме, в каком-то там отдельном, далеком файле, есть информация о том, как наша душа пребывала в теле животного, в теле насекомого, в теле полубога, джина, кого угодно. Все это есть. И поэтому, знаете, вот свобода, которой обладает человек, скажем, высшее наслаждение комара – это сосать кровь. Он агрессор. Пьет кровь, наслаждается – высшее наслаждение медведя – это, допустим, ну, есть малину или мед. Да, вот он ест мед и, так сказать, покрывает свою лапу медом и сосет свою лапу в меду, облизывает ее. Вот. Потом он много спит еще. Конечно. Высшее наслаждение, скажем, какого-нибудь там ган-харва, то есть райского музыканта – это вот исполнение каких-то высших сложных арий. Но задумайтесь о том, что человек, когда душа достигает человеческого тела, он настолько многосторонний, что он может наслаждаться вообще всеми видами других форм жизни. То есть человек может, допустим, реализовать свою свободу таким образом, как реализовал ее Маркиз де Сан. Некоторые называют Маркиз де Сан гуманистом даже. Они говорят, это гуманист своего рода. То есть человек, который придумал садизм и наслаждение через доставление боли другому живому существу. И даже боли самому себе. То есть садизм, теремазохизм. То есть вообще причудливо, как это мы можем сказать вообще, куда мы погружаемся, какие-то темные области сознания. Но на самом деле это свобода, это палитра. Господь нам дал через такую палитру почувствовать, что вот человеку все свойственно. Как Державин сказал, ты раб, ты червь, ты бог. Имя тебе человек. Ты и червь одновременно творение, и ангел творение, и бог творение, и раб творение. Все в нас соединяются, все грани. Когда мы говорим о тайм-менеджменте, для меня, вот как для трансценденталиста, самое важное, конечно, вот в этом менеджменте забронировать место для освобождения ума, для мантры. Потому что если у нас вся эта наша деятельность будет только носить материальный характер, то есть вот все вот, как бы, вот у меня есть книга, как раз мне подарили, как великие люди писали свои великие труды. Там Анареда Бальзак, там Аскар Вальд, Александр Пушкин, как они строили. То есть у каждого из них по-разному. Кто-то там вскакивал в три часа ночи, кто-то, наоборот, там заваривал себе кофе и допоздна засиживался. Кто-то там, ну у всех у них был определенный период, когда они понимали, что вот сейчас вот могли прервать этот разговор прямо на середине, просто уйти, все, и начинать писать, да. Вот это менеджмент их некого такого творчества. Творчество на самом деле находится в гуне раджесов, то есть в гуне страсти. Потому что когда мы творим, мы страстную свою природу проявляем. И это материальная гуна, это материальная природа на нас действует. У нас есть еще гуна благости, когда мы медитируем, например, когда мы думаем о чем-то хорошем, мы молимся в церкви, ставим свечку, слушаем органную музыку, симфоническую музыку, выходим на природу, любуемся, вот разговариваем с океаном, с деревом, там, как песня Бориса Гребенчакова «Стань у травы, смотри, как растет трава». Она не знает слова «любовь», однако любовь в травы не меньше твоей любви. Забудь свое имя и стань травой. Вот, то есть такой, знаете, как бы вот космизм такой, сатва гуна, гармония. Прекрасно забронировать такое место в своем тайм-менеджменте для такого созерцания гармонии мира и насыдить себя этой природой, сатвой гуной. Ну, вы знаете, все это хорошо, но это все не есть абсолютно, если мы не поставим свой тайм-менеджмент, общение со святым именем, с мантрой, потому что мантра – это освобождение ума, это практика. А сама практика мантра освобождения ума в виде чего? В виде воспевания святого имени. То есть это джапа, на санскрите джапа. Джапа-медитация, когда ты медитируешь на звук святого имени. Если мы вспомним фильм «Матрица», помните, они там по телефону как бы ходили и выходили из «Матрицы». Там первичный был посыл, сигнал, звук. То есть по звуку можно войти и по звуку можно уйти. Это правда. Вот самое главное в тайм-менеджменте – это звук, потому что самый тонкий способ воздействия на сознание – это воздействие через слух, такое слуховое влияние. Вот человек может шепотом сказать, он может даже, знаете, не произнести вслух, но он может подумать, но ментально он о ком-то подумает, и это приобретает характер звука. Допустим, мать подумала о своем сыне, а сыне в этот момент плохо. Она прям плачет, говорит, сынок, что с тобой? И она посылает ему посыл, и сынок чувствует ее любовь через звук, через космические какие-то огромные пространства. Он может быть сын на противоположной стороне земного шара, далеко от нее. Но вот эта эмоциональная такая концентрированная волна, звуковая, которая послана, эмоционально-звуковая, она достигает очень быстро его сердца. То есть самое главное в тайм-менеджменте – забронировать место для мантры. Мантра – это освобождение ума. И хотя бы немножко совсем в этом тайм-менеджменте, если мы забронируем, то мы построим такую систему очень безопасную. Это подушка безопасности для нас. Потому что эта мантра, она создает определенное такое послевкусие все равно. То есть это как разгонка такая, настройка. Ты вот почитал мантру, она потом звучит в твоем уме. Она, знаете, как эхо. Как мать Тереза сказала, слова любви иногда звучат очень тихо, но у них бесконечное эхо. Мы должны войти в эхо любви. И вот это эхо любви как вибрация, когда вибрирует в нашем слухе, в нашем сердце, вибрирует в окружающем пространстве. Мы создаем в этом тайм-менеджменте подушку безопасности не только для себя. В этом парадокс величайший. В этом такое, знаете, упование наше. Мы создаем для всех окружающих нас, для наших родственников, для всех, кто рядом, все прикасаются, для соседей сверху, соседей сбоку, соседей снизу. Все абсолютно соседи тоже в этом тайм-менеджменте потихоньку начинают принимать участие, потому что мантра, она звучит так, что она все равно как-то разгоняется. Собираемся всем подарить любовь, подарить вот это воодушевление, вдохновение нездешнее причем, такое крыляющее вдохновение, которого вообще даже никакой алкоголик, наркоман представить себе не может в своем самом высшем заходе, приходе и уходе. Самая неистовая молитва у всех и христианских монахов, когда при восходе солнца, то есть все вот соками начинает напитываться наше тело, все пробуждается, все. И здесь это пробуждение, рождение гармонии, понимаете? И в эту гармонию мы встраиваемся и произносим в звательном падеже, отсюда слово хорей, как бы хорошо, хорошо, хора. Мы обращаемся к энергии хора, но в звательном падеже это хорей. Хорей, Кришна, Хорей, Кришна, Кришна, Хорей, Хорей. И потом опять хорей, Рама, хорей, Рама, 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 Хорей, Хорей. И вот один раз только произнесли на самом деле и ушли в вечность. Можно таким образом вообще уйти в другие измерения. Останавливается время. Во-первых, останавливается ум. И вот эта беспорядочная и такая абсолютно бесполезная деятельность замирает. Ум начинает слушаться. Он начинает слушать звук. Мы обращаемся к уму, как к великому ващнаму, великому преданному Богу. Мы говорим ему, брат мой, ум, ты был рожден вместе со мной, мы вместе родились. Мы в этом смысле слова братья. Я вот родился на этот свет, и ты. Конечно, немножко такое преувеличение, потому что ум, он еще с прошлых рождений. Вот влачет свое, так сказать, долгое с нами сосуществование. Но и мы тоже, как душа, с другой стороны, тоже не заново родились. Мы просто воплотились в этом теле. Но мы так смиренно, чтобы свой ум успокоить, обращаемся к нему дипломатическим образом. Мы как дипломаты говорим, брат мой, ум, пожалуйста, послушай меня, ты же великий преданный. То есть, как бы посыл такой, не бунтуй, потому что мы, большинство из нас, мы находимся под воздействием ума. Вот вся цивилизация современная, не то, что большинство, а 99,9,9,9 и вообще бесконечной степени 9, мы находимся все на ментальной платформе. Может быть, один какой-то святой, который пришел из царства Бога, он находится на платформе любви, поэтому не материального ума, а совершенно других энергий. Поэтому он все видит по-другому. И мы с ним сталкиваемся, и он нам дает правильное видение. То есть, он разворачивает все. Поэтому мы обращаемся к уму, говорим, брат мой, ум, ты величайший преданный, ты такой, на самом деле, хороший. Это льстивые речи такие, усладительные. Таким образом, мы немножко его так притушили, приглушили, и так сказать, направили на правильную волну, чтобы он не бунтовал. Потому что, когда ум начинает бунтовать, дергаться, мы сами не замечаем, как мы его переходим все в расстройство. Надо с умом договориться. Самое главное – договориться с умом. Если мы договорились, ум говорит, хорошо, я сдаюсь, давай послушаем вместе эту мантру. Эта мантра, а может быть, это что-то такое некое, знаете, вот заповедное, чего я давно ждал, говорит ум. Да, давай проверим. Методом практики он успокаивается. В определенный момент от некого такого механического, самопринудительного произнесения этих слов мы приходим до вкуса. Вдруг мы говорим, так это кайф, произносить мантру на самом деле. Это не надо себя для этого принуждать. Вдруг появляется вкус, мы говорим, красиво, мы чувствуем красоту, понимаете, этого слога, мы чувствуем энергию. Потому что насыщение происходит все, насыщение наших чувств, именно чувств не материальных, а чувств самой души, потому что у нас есть духовные чувства. Вот это разворот, у нас есть, понимаете, другая перспектива. Здесь пошел обратный отчет времени. Пошел тайминг не на смерть, а на вечную жизнь. Вот ровно это вложение мантры, понимаете, оно дает уже не просто подушку безопасности, а новые горизонты, порталы. Открываются порталы вечного бытия. Понимаете, то есть начинается другой тайминг. Мы входим в зону абсолютного времени. Об этом говорят веды, что есть два на самом деле типа времени. Одно время это материальное, оно относительно, и оно устаревающее. То есть оно идет вот только, так сказать, одновекторно, вот таким образом, и необратимо. А другое это абсолютно время. Там другие лакуны бытия, ты пребываешь в вечности, ты можешь каждый раз побывать в любом вообще отрезке. Понимаете, вот этих игр, божественных игр. То есть игры так там разворачиваются, что Кришна, он и младенец, он и в подростковом возрасте, он уже и юноша играющий на флейте, он, понимаете, уже и царевич. То есть ты можешь вообще войти в любую лилу. Понимаете, у тебя время так оно продуктивно, что ты как хочешь, так ориентируешься там по законам любви, а не по законам времени. Вот это очень интересный, яркий такой там менеджмент, то есть все христианские монахи, все, они самое главное говорили, молитва. Но в молитве, внутри молитвы самое главное, это святые имена. Поэтому мы видим, что восточно-христианская ацкетика вся построена на воспевании Иисусова молитвы, то есть имен Иисуса. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй меня грешного». Потом они сокращают «Иисусе Христе, спаси и помилуй меня». А потом они вообще говорят «Может сократить Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий». То есть они повторяют просто имя, имя дает, в имени есть все, в имени есть вся перспектива, в имени есть концентрированный вот этот вот, даже сказать, концентрат блаженства, концентрат благодати. Вот это вот такой безупречный тайм-менеджмент с точки зрения духовной науки.